Здравствуйте, я Александр и это видео для тех, кто хочет научиться работать с KNX и ETS 5. Это видео о том, как выполнить настройку рабочего пространства для комфортной работы в ETS 5. Для этого кликнем по вкладке ETS основного меню и попадем в пока единственную панель рабочей области, панель здания. К слову, после создания нового проекта перенаправление на эту вкладку происходит автоматически. Необходимую рабочую панель можно открыть двумя способами. Первый, через вкладку рабочее пространство основного меню, нужно выбрать опцию открыть новую панель и далее выбрать интересующую рабочую панель устройства. Панель устройства интересна тем, что через нее можно видеть какие устройства, какая информация уже загружена, а в какие нет. Еще здесь есть уже готовые динамические папки, которые могут быть весьма полезны. Например, папка измененные устройства, в ней будут отображаться те устройства, в конфигурации которых происходили какие-либо изменения. Папка не присвоена линии. Тут будут отображены устройства, которые были добавлены в проект, но не добавлены ни на какую линию. Первоначальные устройства. Те устройства, для которых не производилось никаких настроек после импорта аппликационной программы. Помещение не назначено. Здесь отображаются устройства, которые не были определены ни в одно помещение или часть здания в панели здания. То есть эти так называемые динамические папки являются по сути фильтрами. Если требуется, можно создать новую динамическую папку и выбрать какие фильтры использовать. Например, создадим папку тест, которая будет отображать только устройства производителя, например, МДТ. Следующую рабочую панель откроем через основную панель инструментов, выбрав раздел рабочая область. И также выбрать через открытие новой панели рабочую панель топология. В панели топологии в процессе работы над проектом будет осуществляться позиционирование KNX устройств в системе KNX и автоматическое присвоение им индивидуального или как еще его называют физического адреса. А я напомню, что индивидуальный адрес как раз и характеризует местонахождение устройства в конкретной области топологии и на какой линии в этой области это конкретное устройство находится. Здесь же потребуется еще одна рабочая панель групповые адреса. В этой панели как раз и будут определяться и добавляться функции KNX проекта. Очень удобно, когда можно работать в одном окне с панелями групповые адреса и топология одновременно. Это позволяет осуществлять необходимые связи в процессе настройки системы. Также для настройки параметров непосредственно самих устройств потребуется дополнительно еще одна панель топология и ее для удобства лучше развернуть на отдельную вкладку. Кроме уже открытых панелей рабочей области есть еще несколько панелей. Это панель корень проекта. В ней представлены все основные составляющие проекта и если коротко то это одно окно в котором отображается вся информация основных рабочих панелей проекта. И еще одна панель, о которой следует сказать пару слов, это панель отчеты. В панели отчеты можно посмотреть сводную информацию по структуре проекта, а также проектную статистику. Данные проектной статистики могут быть полезны, например, для количественной оценки трудоемкости проекта, а также в описании объекта к портфолио. Подробнее я покажу отчеты в более поздних уроках. А любой отчет можно вывести в печать или экспортировать трех формата .pdf, csv и html. Эти последние две рабочие области в процессе подготовки и работы с ETS проектом я не использую, как правило. Поэтому сейчас их можно смело закрыть, чтобы сильно не загромождать рабочее пространство. А на этом данный урок закончен, а в следующем уроке я расскажу, как настроить структуру здания в ETS проекте. На сегодня это все и до новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова